Что есть предназначение? Молодые люди, да и разные люди, собственно говоря, не очень молодые, хотя, по большому счету, до 100 лет все молодые. Поднимаем планку нашей жизни высоко. Иногда спрашивают, каково предназначение, какова наша цель жизни, миссия, если на то пошло. Я всем рекомендую, прежде чем сделать какие-то выводы, это научиться самоисследованию, познать себя, понять, кто мы есть на самом деле. То есть, если мы говорим о том, что нам нужно определиться с целью жизни, то нам надо понять, для чего мы пришли сюда. Как я часто говорю, три вопроса. Аватар Сатя Саи, он дал три вопроса, на которые нам надо ответить. Откуда мы, кто мы сейчас, куда уйдем потом. Из этого выстраивается предназначение или цель жизни. Но, тем не менее, есть люди, которые хотят заниматься музыкой, заниматься медициной и так далее. Никто не мешает это делать. Но вы все равно столкнетесь с тем, что этого недостаточно. И вы будете искать параллельно что-то, что сделает вас еще более совершенным. В любом случае, все реки вливаются в океан безбрежный. Океан, который я называю саморазвитием или самореализацием. Поэтому мы стремимся идти через знания. И эти знания позволяют нам понять, что мы многомерны, многогранны. Лучше по чуть-чуть знать обо всем и уметь все. Не просто знать, а уметь. Потому что сейчас в современном мире люди очень много знают, но мало что умеют. А это проблема, это уже перекос. Поэтому лучше по чуть-чуть уметь и знать, нежели в одном каком-то направлении быть там а-ля совершенным, но при этом не иметь возможности даже что-то другое, элементарное в жизни сделать в качестве помощи. Мне кажется, что вот эта многогранность, она намного интереснее. Это и есть, собственно говоря, некая такая миссия сделать себя совершенным во всех областях. Для этого надо развивать центры, которые находятся не только в головном мозге, но и в душе, как минимум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok